Олеся Рыжанкова, будучи терапевт, вучится на шестом курсе медицинского университета, но уже зараз выросла рушить услед клятве Гиппократа и упершу неужели стать донором крови. Я недавно совсем узнала, что в нашем университете это проводится. Я хотела в том году, но я не успела. И в этом году я сразу же римнулась правком, чтобы записаться. Медики, мы должны помогать людям, как в халате, так и без него. Я надеюсь, моя кровь кому-то пригодится. Акция безвыплатного донорства у гомельских ВНУ проходит опошние пять годов. С инициативой выступила гомельская станция переливания крови. С тех часов ее супрацовники двучи на год. Тут звыклые гости. До речи, в медицинском университете компанию студентам складают и педагоги. А маль заусюду у лику удельников акций и сам ректор Анатоль Лизиков. У першу неу кровь сдал еще у 18 годов, а сегодня уже гоноровый донор. Когда я учился в медицинском институте, это была у нас такая же акция, было постоянно. И мы с удовольствием ходили сдавать кровь, потому что мы знали, как будущие врачи, о том, что мы оказываем помощь больным. И я очень долго с гордостью носил на ласкане пиджака бронзовый значок. Донор СССР. Такое было, это надо было сдать больше, по-моему, 6-7 раз тогда за это. Поэтому я очень горжусь, это моя первая награда. Часом, с оправдой, возникает экстра на необходность у крови пылной группы. У таких ситуациях сопрацовники станции сами звертаются до постоянных доноров с просьбой об допомозе, якой у этого момент действия, чакая хворый человек. Одна доза крови может помочь какому-то больному во время операции, допустим, кровопотеря. И в родзале женщина, которой кровотечение случается. Или больному ребенку, который в тяжелом состоянии. Плюс из наших препаратов крови делают и тромбоциты, которые идут, опять же, для лечения тяжелых больных. Даже свою лепту ты внес, ты помог одному человеку. Это же уже большой плюс. В этот день свою кровь охверовали каля ста студентов и выкладчиков. Дорога, безвыплатным их донорство можно назвать умовно. Букожный отрымал солодкий паёк, грошовую узнагороду по мере 18 рублёв и прыгим на сувенир, флешку на 8 гигабайт. С желанием сдать кровь, гамельчане звертаются и на саму станцию. В минулом году таких выпадков было амаль 2,5 тысячи, а за первый месяц этого года амаль 150. Требись это может и любой из вас при отсутствии сопротивопоказаний. Для этого нужно прийти на станцию переливания. Криви с пашпортом. Дорога сдать кровь можно и на платной основе за 80 рублёв. Але як показывая практика для доноров, это худший жест до помоги, яким уже вырытывать человеческое житё, чем способ заробку. До того ж сдача крови на постоянной основе корыстная и для самого донора. Як профилактика захворывания у сердечно-сосудистой системы. Навуковцы уходе обследования высветлили, что у тех, кто регулярно сдает кровь, инфаркты возникают в десятки разу родей. Ганна Ковалёва, Валерий Гапанько, Телерадо, компания «Умель». Продолжение следует...